Ну что, ребята, доброе утро! Сегодня понедельник, и по понедельникам мы учимся дистанционно. У нас две пары по здоровосберегающим технологиям. Повторяю, дистанционно мы заходим сначала в Moodle. Moodle отмечаемся там в конфе, здороваемся, и потом нам кидают ссылку на конференцию в Zoom. И мы туда переходим, и уже нам рассказывают лекцию, показывают слайды с презентацией. Хотя все вот эти слайды, презентации, лекции, все есть в Moodle, но тем не менее мы это слушаем, как вслух лекцию нам читают. Сегодня закончилась одна лекция, вот только-только сейчас. Я уже выпила целую чашку чая. На самом деле, в прошлый раз, когда я училась дистанционно, я думаю, все это помнят, 2020 год, все сидели дома, все очень жаловались, ныли, я в том числе. Какой кошмар, дистанционное обучение. Хотим вернуться в университет, кто-то в школу. Вот, и я тогда не смогла нормально учиться дистанционно. Мне было себя в кучу не собрать. Я максимум, что приходила, включала какой-нибудь чат, типа я там нахожусь, а сама спала. Вот, ну, либо смотрела чего-нибудь там, какой-нибудь сериальчик, правда. Но я думаю, многие так делали. А сейчас у меня как-то другой настрой, и я сейчас сидела и реально занималась. То есть я писала конспект, реально писала конспект. Представляете, по слайдам какие-то мысли записывала. Вот, у нас сейчас просто перерыв. Я включила чайник, надо пополнить запас чаечка. К тому же предмет-то у нас здорово-сбережение. Вот, а там основное то, что надо следить за своим здоровьем, физическим состоянием, эмоциональным состоянием. Поэтому мое эмоциональное состояние мне сейчас подсказывает, что надо сделать еще чашку чая черного с чабрецом и съесть печеньку, которая вот. Вот она, вот она, вот она. Странный способ использования вот этой вот доски, конечно, но я ее просто приколола, чтобы она не валялась на столе. Поэтому, да, чай, печенька. Вот, и еще одна пара по здоровью-сбережению. Это уже будет практически задание там. Нам нужно будет делать тесты. Еще одна проблема, которая у меня была в прошлый раз, когда я типа училась на дистанционке. А я сделаю это потом. Ну, если тесты не закрываются по времени, ты можешь их делать просто до следующего занятия, ты их должен сделать. Вот. Ну, а как-нибудь потом сделаю, что-нибудь потом сделаю. А сейчас в какой-нибудь фигней позанимаюсь. Знакома? Ну, реально же знакома. Многие так делали. Так вот, сейчас у меня совсем другой подход. Я сейчас радуюсь тому, что в понедельник нам не надо ехать в университет, честно говоря. И можно, сидя дома, попивая чаечек, которого здесь еще нет, сидеть дома просто и заниматься. Я уже с самого утра, я точно так же проснулась в 5 утра, как и просыпаюсь на обычной своей неделе, когда надо ехать в университет. Я проснулась там, не знаю, нормально, не спеша собралась, приняла душ, ванну, все дела. Позавтракала не спеша, прогулялась серьезно. Я даже прогуляться вышла просто так, знаете, насладиться утренним солнышком. Ну, есть чему наслаждаться, потому что дождя пока нет. Это радует. И сидишь тут такой уютненько в домашней одежде, котик там где-то посапывает. Чай можешь ходить делать, когда угодно, пить чай во время лекции. То есть я оценила преимущества дистанционки на самом-то деле. Конечно, все пары в дистанционном формате я бы не хотела, правда. Потому что я помню, с ужасом помню, сколько всего приходилось вручную. Ну, как вручную, сколько работ надо было писать, отправлять. Это очень много. Читать приходилось именно много разных, что это называется. Часть пар дистанционно — это здорово. Особенно, когда это непрофильные какие-то предметы. И особенно, когда там зачет, не зачет. То есть что-то в этом роде как здоровье-сбережение. Наверное, как физкультура, в принципе, тоже зашло бы дистанционно. Я думаю, еще есть несколько пар, которые неплохо было бы перевести на дистанционку. А так, в принципе, мне нравится, что профильные наши предметы мы изучаем очно в университете с преподавателем. Потому что так и должно быть. А какие-то непрофильные предметы дистанционно — это тоже очень удобно. Ну, а я слышу, что у меня закипел чайник. Пойду делать чаечек и садиться обратно, входить в Zoom. Потому что у нас сейчас начнется пара. Вторая пара. И потом все с университетскими занятиями на сегодня мы закончим. Всего две пары. А я буду делать домашку. Потому что домашки задано очень много. Не по этому предмету, а вообще, в принципе. Так, чай. Чай, чай, чай. Потому что опоздать можно и в Zoom, знаете ли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята. Сейчас уже час 05. И у нас закончилась вторая дистанционная пара по здоровью сбережению. И что я хочу сказать. Я молодец. Вот. Я прям реально молодец. Я помню себя год назад, когда у нас были дистанционные пары. И я помню себя. Сейчас прощаемся. До свидания. До следующей недели. В общем, закончили. Закончили мы пару. Я официально еще на паре, оказывается, сидела. То есть, я-то, конечно, закончила. Но там еще надо было последнее слово послушать от преподавателя. Она еще один раз называла всех тех, кто сделал все тестовые задания за пару. Вот. Я там есть. Я все сделала. Вот. Короче. О чем я? В прошлом году, когда мы сидели на дистанционке, осенью я этот же предмет проходила, примерно то же самое все было. То есть, лекцию вам читают, а задания практически надо делать самостоятельно. Ну, в Moodle заходить, тесты всякие решать. Вот. А для этого надо еще дополнительно почитать там кое-что. Короче, я это все не делала. Я, знаете, как оставляла. Типа, ладно, потом сделаю. Тесты же не закрывают по времени. Ну, конкретно на этом предмете. Ты можешь их делать, ну, в принципе, вот просто к следующему занятию сделай, и все на неделю. Я это все не делала, потому что мне было влом. Просто лень это делать. Я думаю, очень многим, кстати, было лень делать вот сразу, даже сидя на паре. Многие просто включают, ну, зум. Ты же с выключенным экраном сидишь. И ничего не делают. Да. Я такая же была. Мне просто влом было все делать. Особенно по здоровью и сбережению. Здесь же проходят еще, как важно относиться к себе бережно, как важно не переутомляться, хорошо отдыхать, заниматься спортом, правильно питаться. А у меня год назад все это было просто на нуле. Отсутствие спорта, отвратительное питание, недосып, стресс, нервное истощение. Вот реально нервное истощение. Это такой термин прямо оттуда. Вот. На паре нам говорят, больше отдыхайте, больше гуляйте, больше спите. И ты сидишь и понимаешь, что это все то, что они говорят, к твоей сегодняшней жизни неприменимо. Это вот как раз год назад были мои ощущения. Еще одна отсылка. Стоит ли уходить в академ? Я просто сравниваю себя сегодняшнюю и себя год назад, какая я была год назад, вот серьезно, просто в каком я была состоянии. И состояние сейчас. Сейчас я сидела, занималась, писала конспект, хотя меня никто не контролировал. Вот. Хотя все эти слайды есть в Moodle, то есть их можно сделать в любой момент. Но я сейчас села, все сделала, прорешала все тесты вот во время пары, не стала ничего откладывать на потом. Получила все свои галочки, зачетики. Вот. И все. Я взяла конспект, убрала в папку. У меня здесь папка. На неделю убрала, потому что в понедельник у нас опять лекции и семинар будут. То есть по понедельникам очень удобно. И все. У меня это мозг уже не парит. Я все сделала и убрала. Поставила себе галочку такую. Так хорошо, слушайте. И может быть кто-то скажет там типа, тогда я ленилась, а сейчас я не ленюсь. И я тоже сторонник того, что ты либо ленишься, либо не ленишься. И все зависит от тебя. И прояви силу воли, характер и так далее. Но. Но. Гораздо проще проявить силу воли, характер. Гораздо проще не лениться. Когда ты высыпаешься. Когда ты. Да, это несмотря на то, что я встаю в 5 утра, я высыпаюсь, потому что я рано ложусь. То есть, короче, когда у тебя нормальный режим дня, когда ты спишь полноценно. Я сплю сейчас, ну где-то от 6 до 8 часов каждый день. То есть, реально, я не сплю там по несколько часов, как год назад. Когда ты нормально питаешься. Вот я завтракаю, обедаю, ужинаю нормальной едой. Вот прямо реально нормально. Овощами там белок, все такое. И иногда только позволяю себе какие-нибудь там вкусняшки, сладости. Ну, не знаю, в кофейне, допустим, кофе что-то беру. И то маленькое, и то чисто так. То есть, это не основной мой рацион, как раньше был, когда ты идешь в Вольчика и обедаешь, завтракаешь, ужинаешь тортом. Сейчас такого нет. Когда ты эмоционально спокойна. А я отдохнула за время академического отпуска. Реально отдохнула. Эмоционально я такая, как я не знаю, позитивно спокойная. Даже тошно, наверное, кому-то. Вот. И мне не лень это делать сейчас. Не то, чтобы я соскучилась по занятиям. Потому что, может быть, я и соскучилась по некоторым преподавателям конкретно. Но точно не по мудлу, не по зуму. Но, тем не менее, мне не было лень заниматься сегодня. Да, я не особо в восторге, ну, не знаю, сесть и что-то делать. То есть, у меня это вдохновение какого-то не вызывает, честно говоря. Вот честно. Нет такой, знаете, учебного рвения, если можно так сказать. Потому что у меня есть другие дела, на которых я сейчас сосредоточена. Кстати, надо сейчас позвонить как раз по одному такому делу. Вот. Но мне не лень это было делать. Вот в чем дело. То есть, может быть, может быть, причина лени, вот прямо непреодолимой лени, она же, наверное, и апатия в том, что вы эмоционально просто на нуле. Что вы настолько эмоционально истощены, настолько вы устали, настолько у вас со здоровьем, точно с эмоциональным какие-то проблемы. Может быть, физически вы и здоровы, а вот эмоционально вообще кошмар. Поэтому нельзя, наверное, говорить так, что человек ленится, когда что-то не делает. Может быть, у него реально какие-то проблемы. Как и у меня год назад. Сейчас такого нет. И что я сейчас делаю? Сейчас уже час десять. Мы с вами уже так пять минуточек поболтали. Обедать. Пойду обедать. Вот. Приперусь немножко в доме, потому что домашние дела никто не отменял. И пойду прогуляюсь, потому что там солнце, что удивительно, учитывая то, что у нас неделю дождь шел. Вот. Позвоню по одному делу, как раз мне надо записаться на курсы. И, собственно говоря, после отдыха буду садиться и делать домашнюю работу. У нас завтра вторник, у нас завтра три пары, по-моему, «История России» и «Революциология». У нас их еще не было, нам еще ничего не задали, но у нас есть домашнее задание по исторической психологии. Надо сделать доклад. Не знаю, нужна ли презентация, потому что в кабинете там нету проектора. Вроде как. Или есть проектор, но он особо не работает. Короче, не знаю, чего там. Дальше надо сделать... А, точно, надо же отправить наконец-таки эту по математике реферат преподавателю. Я же его сделала. Сделала семестровое задание. Это надо отправить. Что еще? По естественной научной картине мира надо сделать презентацию доклад. Тоже сделаю. Вот. И архивоведению надо подготовить тоже презентацию доклад. По какому-нибудь архиву тоже, наверное, сегодня успею сделать. Ну, короче, по мелочам буду сидеть делать, чтобы просто задания не накапливались. Вот. Потому что пока на данном моменте нам все пообещали автомат. То есть, если ты будешь ходить на сепары, если ты будешь все-все-все делать, то тебе как бы могут дать автомат. По-моему, это здорово. Ладненько. Продолжу заниматься своими домашними делами. Увидимся в следующем кадре. Продолжу заниматься своими домашними. Продолжу заниматься своими домашними. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...